МОСКОВСКИЙ ЭТАП М1 ЧЕЛЛЕНЖ На их фоне гости из Европы выглядели гораздо скромнее. Поединок Виталия Минакова хоть и стоял в ряду рейтинговых, но его колоссального опыта, приобретенного в самбо, вполне достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в квадрате ринга. Перед турниром самбист пренебрег всеми приметами и рискнул сменить имидж. Буквально за несколько дней до боя. Как оказалось, не вера в суеверие, а уверенность в себе дает желанный результат. С новой прической боец одержал свою четвертую победу в М1. В принципе, в моей карьере получился такой быстрый, так скажем. Ну, я готовился, готовился к этому сопернику. Я надеюсь, что в будущем соперники будут несколько посерьезнее. Очень хочется с каким-то таким серьезным соперником выступить, для того, чтобы вырасти как-то и в техническом плане, и вообще, в принципе, вырасти. Ожидалось, что в бою Вячеслава Василевского все решится в первых раундах. Его соперник из Польши выходец из джиу-джитсу. А это значит хорошая борцовская техника. Знания партера знакомы и самбисту Василевскому. И все же в его планы не входило искушать судьбу. Установку на бой новгородец выполнял старательно. Попадал много и точно. Вот только в стойкости сопернику не откажешь. Удары не только не сломили поляка, наоборот, как только удача ему улыбнулась, Василевский оказался на волоске от поражения. Во втором раунде он чудом ушел от болевого на руку. В данном случае проиграть бой означало бы уступить титул чемпиона мира. Прошедший вечер еще раз показал, что в смешанных поединках главное это когда борец умеет драться, а ударник бороться. Мастера, показывающие красивые поединки, честно заслуживают признания публики и известность. И с каждым шоу в России таких бойцов становится все больше.